Много игр на сей раз поступило, среди которых есть там Far Cry и новые, естественно, есть Days Dead Island, есть Diablo новый, есть, собственно, Fallout, есть Batman новый, есть Battlefield, Bioshock, Borderlands, собственно, ключики от этих игр. И мы дадим выбрать по одной игре победителям, так что берете за основу сову Коли, ну, единственное, ни один в один не обрисовывать, то есть, собственно, не обводить и не башить на нее, а просто брать за основу образ сам. И рисуйте этот образ, собственно, образ этой совы 1 января. Тут шутят то, что людям нечего делать 31 января больше, чем как сову рисовать, но тем не менее, попробуйте сделать, победитель получит игрушку. Вот, а победителя выберет Коли сам, мы ему дадим альбом, он скажет, вот это и вот это хорошее, а вот это нет. Вот так. Да. Так что, как-то так. Переходим к следующему вопросу. У нас, кстати говоря, вопросов просто немерено. Тебе, могу сказать, ты у нас рекордсмен, тебе задали вопросов, наверное, ну, больше, чем за последние стримов 10, наверное, 20, может быть, даже так. Окей. Серьезно. Круто. Первое, ну, такой отстраненный вопрос, если уж мы говорили о телевидении в среднем, о передачах, вообще смотришь ли ты кино и смотришь ли ты российское кино? И, соответственно, уточнение дальше, хотела бы ли ты поработать на российское, ну, с российским кино? Угу. Так. Я не смотрю... Да, да. Я не смотрю российское кино, на самом деле. Я случайно посмотрел какой-то фильм, мне очень не понравился, и я мало знаю российское кино. Я знаю советское кино, просто в детстве все его смотрели, поэтому я его тоже увидел, и не вызывает никакого отвращения. Мне оно нравится, потому что в то время действительно ты смотришь кино, и ты понимаешь, что тогда люди работали, они не отмывали денег, они осваивали бюджет, а тратили его реально на большое кино, и они это доводили делать до конца. Вот. Актеры отыгрывали до конца, до самого того, чтобы максимально круто выдать и показать свою работу. Вот. И поэтому мне российское кино не очень нравится, потому что они делают что-то не свое, мне кажется. Я из тех людей, которые не смотрел Бригаду, на самом деле, Дюжев у нас озвучивается, все говорят, космос, космос, а это такое не в тебе. Блин, а что такое космос, объясните мне кто-нибудь. Они говорят, что ты... И все такие, на костер, я... Мы с тобой родственные дниши, я тоже не смотрел Бригаду, вообще. Я знаю, что ты безруков, Саша Белый, но это я знаю, потому что все мои друзья... Да, да. Это все, что я знаю о Бригаде. Я даже этого не знала, но у нас сегодня прям клуб людей, которых не смотрел Бригаду. Да, клуб людей, которые не смотрел Бригаду. Я боюсь, что нас потом, не знаю, запитали. Да, да. Они забанят, что всевозможные какие-то спамы у нас. Все плохо будет, мы спали здесь. Вот. А поучаствовать я бы, конечно, хотел бы. Хотел бы не поучаствовать своими какими-то персонажами. Вот мне интересно поучаствовать не просто в кино, а именно в спецэффектах, в компьютерной графике. Мне это действительно интересно. Еще сам, мне кажется, киноиндустрия в России, она сама по себе очень... Очень... только-только начинает развиваться, мне так кажется. После 90-х, пока все опомнили, что можно снимать фильмы не только про криминал, а фэнтези какие-то. Начали делать эксперименты еще из студии Аргунов, они вообще красавчики, мне очень нравится их продукт. Не сам фильм, что вот этот Гракон, а их графика, она настолько круто сделана на таком уровне. Прям респект, чувака. Вот. По-моему, я больше не хочу отвечать про русское кино, а мне интересно. Тут просто я к чему тебе все эти вопросы задавал, я понимаю, что мне интересно. Вопрос был топ-10 твоих российских фильмов за последние 15 лет. Но я так понимаю, что вопрос не имеет смысла, потому что ты уже сказал, что не смотрел абсолютно. Да. Я не... Все, давайте пойдемте дальше. Давай пойдем дальше. Теперь можем немножко перейти к твоей студии, это очень интересно, во-первых. Ты уже рассказывал в одном из интервью, как ты сделал студию, что просто хотел всегда делать свое, там не хотел на дядю работать, хотел, собственно, в серии продвинуть свою тему. А как владелец из студии, что сейчас у вас требование в ICG-индустрии, по-твоему, 2D или 3D-арт, в частности, вот для твоей компании, например? Ага, так, мне хочется ответить на... Оказывается, есть ответ на предыдущий вопрос, в том, что как я хочу поучаствовать в какой-то киноиндустрии. Дело в том, что наша студия находится в А-Медиа, это такое место, где снимают сериалы, и вы обязательно увидите, что у нас здесь происходит. Это сериал для ТНТ, и, наверное, в скором времени вы увидите один из наших продуктов в нашей студии, это тараканы, в которых, кстати, у меня есть арт на тараканов. Вот, есть... Ой, я понял. Нашлись люди, которые хотят это превратить в некий сериал, что-то-что-то, вот, и в целях эксперимента в российской киноиндустрии хотим сделать такой сериал. Почему бы и нет? Мы просто вспомнили сериал «Альф», сериал «Гарри Хендерсон», «Снежный человек», «Бигфут». Вот, и что-то захотели, может быть, что-то такое сделаем с 3D-персонажем, и, тем более, уже фильмы третьи личные. И, кажется, нам это очень интересно. Вот, в нашей студии именно поэтому востребованы не всего это аниматоры, в первую очередь. Вот, они также востребованы для любой русской студии, мне так кажется, аниматоры. А из художников концепт артисты не востребованы. Они просто... Это иллюзия, то, что они такие классные, но в нашей студии они не нужны. Не знаю, почему они не нужны. Нужны, наверное, моделлеры-персонажники. Вот, нам не хватает. Сейчас есть очень много 3D-шников, которые занимаются трехмерной графикой, и они все делают, почему-то, акцент в интерьер, экстерьер. И вот, то, что они классно делают экстерьер, окей, молодец. А мы-то занимаемся мультяшками, и нам экстерьер, по большей части, нужен только мультяшный. И его делать умеет каждый второй трехмерщик. И нам, получается, найти таких людей очень легко, их очень много. И можно найти просто обычного интерьерщика. И, как выясняется, что каждый интерьерщик почему-то не хочет быть интерьерщиком какого-то черта, но он этим занимается. Вот, и я не понимаю, зачем тогда он взялся за это, если он не хочет заниматься интерьером профессионально. Вот, смотри, раз такой вопрос как раз зашел, то, как руководитель студии, как вы вообще набираете людей к себе в студию? Какие принципы или это вам, там, должен понравиться чувак, помимо того, что он, там, круто, не знаю, рисует, модельит, еще что-то? С какого принципа вы набираете в себе в команду? Мне кажется, ребятам будет это интересно. Самое главное качество людей – это командный дух, чувак, он должен прийти, и от него должен быть какой-то фидбэк, что он болеет. Он пришел в нашу студию не просто пережить сезон нехватки работы на freelance.ru, он реально пришел что-то свое отдать, сам стараться, сам болеть за проект, который он делает, вкладывать свою душу. Просто мы с Дмитрием Ефимовым вкладываем всегда свою душу, всегда переживаем внутренне, прям, живем в жизни персонажей, типа, а-ля такие все себя творческие, это по-настоящему так, люди нам снятся, наши же персонажи, мы их очень хорошо понимаем, и когда к нам приходят люди на работу, они не относятся это просто как к работе, типа, о, 16.00, ладно, чуваки, встал и ушел такой. Чисто так холодно. Пришел в 8 и начал работать. И он не в теме того, что вот этот персонаж, он должен двигаться именно так, потому что его телосложение такое-то, потому что стиль анимации скриченый с мокапом, и идет параллельные всякие правки. Вот, и такие люди у нас почему-то долго не задерживаются. По понятным причинам, что им приходит чувак, которому неинтересно, и он сразу палится, это видно бывает сразу же. Вот, и всегда, если кто-то ищет какую-то работу, он должен прийти и узнать, чем эта студия занимается. И студия ему рассказывает, мы занимаемся тем-то, тем-то, и наши ближайшие планы, это сделать то-то-то. Вот, и сейчас вот у нас ближайшие планы сделать, оживить моих тараканов и воткнуть это, допустим, в ТНТ. Я думаю, это было бы прикольно. Ну что, в общем доступе, это так массово, люди увидят трехмерного персонажа-таракана. Возможно, его будет играть Коля Наумов из реальных пацанов. Наш товарищ-друг, он классный чувак. Мы с ним не один раз работали. Вот такие вот дела. Давайте оставлю этот арт в покое, вот он как раз-таки мне надоел. Давайте я что-то другое противоролюю. Ну, ты хотел еще в ZimRush немножко что-нибудь показать. Вот как раз на ваших глазах, вот как делается арт от нуля, и как он может надоесть, и как его, соответственно, можно из него перейти во что-нибудь другое. Да. Я больной, голоса нету, извиняюсь, извиняюсь. Наоборот, все отлично, да у тебя офигенный голос, все круто. Круто, да. Наоборот. Ладно, тебя хорошо слышно. У тебя офигенно слышно, и все круто. Я пока, пока ты загружаешь ZimRush, еще расскажу пару новостей. Ну, мы с Алисой расскажем пару новостей, извините. Вот. Во-первых, ждите в скором-скором времени некоторые обновления, некоторые изменения, которые произойдут на нашем канале, и вообще с нашим проектом. Обновления будут очень массовые и очень крутые, поэтому мы сейчас не можем раскрывать всех карт, но я могу вас обратить. У нас в новом году стартует, я надеюсь, будет стартовать несколько сразу новых проектов. Если все получится. Да, если все получится, и мы сделаем так, как мы хотим, то, собственно, будет все очень замечательно и круто. А по поводу видеозаписи, кстати говоря, на Ютубе мы решили с Алисой немножко напрячься. Все на Новый год расслабляются, а мы на Новый год напрягаемся. Мы решили с Алисой немножко напрячься, и сейчас постараемся вот перед Новым годом делать по ролику в день на канал. Собственно, у нас скопилось много материала, и сейчас будет выходить по ролику в день. Собственно, из разных-разных-разных рубрик. Не только про стрима, там, собственно, у нас CG Story скоро еще на пороге, в общем, и вас радовать. Вот так. А теперь я буду пытать Колю на тему того, что ты начал лепить какую-то фигурку просто, да? Да. Я начал просто автопилотом что-то делать, и я пока даже не знаю, что я начал делать. Это приблизительно силуэт. Силуэт, силуэт. Пускай это будет... Силуэт. Это будет голова. Это инструмент называется... Дай на меш. Я чуть-чуть откостомился. Мои кисточки валяются здесь. Кто знает ZBrush, все такие, ага, чувак, удобно для себя сделал. То же самое, перениму в него. Вот. И почему-то я решил сделать что-то такое, что-то, что-то мускулистое. Мне захотелось прямо сейчас пришла в голову идея сделать черпашку ниндзя. Почему бы нет? Мне кажется, будет интересно. Давай. Мускулиситая черпашка ниндзя. Так, окей, погнали. Вау, что я слышал. Так. Окей, это будут плечи у меня. Я попробую сразу сделать скульпт не для какой-то анимации, не в дурацкой тэпозе, а сразу в положении. Это будет черпашка, которая сидит и медитирует. Нихо на себя. Давайте, подскажите, кого мне сделать из черпашек. Их четверо. Давай Микеланджело. Да, давайте Микеланджело. Микеланджело самый крутой. Согласен. Так, он менее накаченный. Так, по мнению, он больше такой... Да. Агилити, ловкость. Почему, да, он ловкий, какой мозг, он наоборот. Я... И Нунчаки, ты че? Да. Святой, это Донателло мозг. Оскорбили Микеланджело. Черпашек всех. О, Боже. Так, так. Там пишут, а они что, отличаются? Да, они отличаются. Черт. Грозные. Почти не отличаются. А, ну, еще я их путаю. Я их давно не смотрела. Да ладно, я был воспитан на этом мультике. Кстати, Грек, к слову, ты говорил про видеокассеты. Только не было. Да. Ты говорил про видеокассеты. Дело в том, что я сейчас вот прям вброшу. Можно вброшу, просто аж... Давай вбрасывай. Просто руки трясутся. Дело в том, что мы недавно наш канал познакомился с одной из самых-самых пультовых личностей 90-х. Это Алексей Гаврилов, который озвучивал половину, собственно, фильмов. Вау. Половину фильмов. То есть Алексей Гаврилов, это вот, это как раз тот самый ролик популярный в последнее время. Иди сюда, мать твою, вот это вот. Вот этот вот мой мужик. И, скажем так, он тесно связан с тем, что мы хотели бы вам предложить в новом году. Так что ожидайте. Вау, вау, интрига, интрига. Мы такие. Да, мы такие. Мы любим делать бросики. Пока сейчас, кстати говоря, зададим вопрос. Вот, господи, еще пришло, ничего себе. Я должен был привыкнуть, что каждый раз, когда я обновлю ее страницу, там приблизительно с 30, 20-30 вопросов появляется. Вообще адский ад. Угу. Альрайт. Айте. Вопрос задает Илья. Есть ли замысел по-настоящему грандиозной иллюстрации эпичного живописного полотна, этакого опус магнума с полной прорисовкой и так далее? Нету такого замысла. Дальше. Хорошо. Ой. Как считаешь, возможно ли, что в России будут снимать фантастику на уровне Звездных войн? Я думаю, да. Да. Еще пару лет и точно да. По-любому. Так, так. Хорошо, следующий вопрос Алиса задает, а то на мои ты быстро отвечаешь. Я сейчас сама буду мере выбирать вопрос, который задает. А ты последний, последний из списка, задай вам прям классный. Ну ладно, задаю классный вопрос, который понравился Алексею. Должен ли художник уметь рисовать все или лучше рисовать что-то, что тебе нравится? И какой подход эффективнее для эффективного роста навыка? Твое мнение. Ага, это художник должен начинать рисовать с того, что у него хорошо получается, а после переходить в другие направления и пробовать другие жанры, искать себя в другом чем-то. Это как это... Допустим, кто-то умеет рисовать морзилку, допустим. Ему надо пересесть на спанчбоба чуть-чуть попозже. Он должен отточить и найти себя в морзилке сначала. И только потом уже рисовать Микки Мауса. Вот. И это полезно потому, что... Во-первых, ты изучил то, что ты сам хорошо умеешь, и ты понимаешь, что я бы нарисовал это хорошо, а на это бы... Ну, самоизвечение не в том плане, что ты анализируешь свое потраченное время, и сколько бы ты потратил во время на что-либо. Ты осознаешь свой уровень скилла, надо понять самое главное, какого ты левела. Ты смотришь какой-то рисунок, и такой, ага, его я не осилию. Точно. Какой-нибудь другой рисунок смотришь, ага, это возможно за два дня. Смотришь следующий рисунок, так, нечто подобное. Мне бы потребовалось там два года после того, как я там, не знаю, что-то закажу на ebay, меня ударит молния, сделаю сальто, сяду, наконец-то, на шпагат и нарисую. Так-вот. Ну да, на мой вопрос дальше отвечал. О, хохошеньки, хохо. Так. Такой вопрос. Где сейчас ценят цифровых художников, по твоему мнению? Где наибольшая свобода для него? Собственные проекты, или это доступно только для топовых художников? Художников 2D направление, по идее, ценят всегда, везде. Допустим, рисовать обложки, какие-то настольные игры, какие-то карты, какие-то там казуальные игры, такого ряда работы найдете и всегда, даже в России. Но, естественно, только по интернету надо шарствовать и смело закидывать свое резюме. Кстати, хотел бы дать большой совет по поводу резюме. Люди, которые отправляют странные резюме, как я их называю, они прикрепляют кучу непонятных ссылок, чего-то, чего-то. От этого проекта вот ссылка, от того-то вот она. Такое... Просто резюме смотришь в день по несколько сотен штук, и ты путаешься, когда тебе присылают такую подножку и выубивают из колеи. Хочется всегда по-быстрому, конкретно узнать, этот чувак рисует в каком стиле. Ага, он имеет в таком-то стиле. Круто! Что он еще имеет? Ага, в кино поучаствовал. И все это в одной папке находится просто аккуратно отцертировали. Все. Он аккуратно это разложил. Есть те, которые присылают какие-то свои сайты бесплатной сборки, где находится полный хаос. И ты там заходишь... Так, где галерея? Галерея... Ага, заходишь в галерею, и она разбита еще на кучу галерей. И ты такой... А дальше как искать, что искать, не понимаю. Вот точно так же люди сидят в студии GameLoft, и они осматривают тонны резюме, и им важнее всего с первой же секунды дать понять, что ты умеешь делать. Точно так же вот можете отправлять резюме в Близзард смело, если даже вы не уверены в своих знаниях, в своих способностях, в знаниях английского языка. Мне кажется, просто туда заточить обычного, любого смертного гопника, он научится материться и на английском. Точно так же. Надо быть просто смелее и захидывать во все щели. Надо просто пробовать, опять-таки. рисковать. Да. Активей, давайте дальше. У меня Микки Ванжелла, получается, сортом нужен. Ох. Так, следующий вопрос. Кстати говоря, вот в личку пришел. Тут спрашивали про твои ранние работы, тут спрашивали про сову, естественно. И скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя собственные любимые персонажи, вот как там Савата же или еще что-нибудь? И плюс, что ты, ну, грубо говоря, что ты из них такого получил клевого, что пронес с собой уже до студии и так далее? Очень люблю Костю Киномана. Это из передачи «Бессмертное кино». Это такой скелет, который чуть продажный, он чуть трусливый, он абсолютно открытый. Персонаж и герой, который каждый раз раскрывается по-разному. Иногда он троллит, иногда он просто открытый, уязвимый, пытается сняться в кино. И я очень люблю этого персонажа. Мне кажется, он очень хорошо получился, многогранный. И сейчас у нас перед перед нами следующий сезон, будет пятый сезон «Бессмертного кино» на «Дважды два». И мы хотим туда впихнуть уже что-то новое, что-то свежее. И у моего коллеги Дима есть идея, что он будет снимать фильм. Вот. Этот фильм он будет, в общем, не буду спойлерить, это часть сюжета нашего сезона будет. Мне кажется, это будет интересно. Еще из любимых персонажей это Пиксель. Пиксель из Лава Лапа. Он умирается тем, что он антагонист с самого начала и этого не скрывает. Он очень мерзкий персонаж. Такой ублюдок он. Он смешной именно тем, что он настолько продажный, что если не стесняясь может сказать своему лучшему другу, что он его променяет за несколько косарей, допустим. Такой персонаж мне нравится не потому, что я его что-то сделал, а потому, что он открывает возможности направления сюжетной линии. С ним не соскучишься, ты понимаешь, что он абсолютно непредсказуемый. Что от него ожидать он как не знаю это как с чем его можно сравнить. А он похож на точно он похож на бендер из футурама. А его лучший друг дурачок Фрай лучший друг он его легко продаст. Так как это просто канон он везде работает такой прием и такой же прием и у нас то что он такой типа Иванушка дурачок чуть-чуть авось получится авось нет и грубая сила Илья Муромес а пиксель это мозг таким персонажем который с мозгами с ним всегда интересно вот это так давайте дальше круто ох так скажи пожалуйста во первых до каких часов ты с нами готов стримить обычно стримы у нас до 3 часа то есть до 12 но так как ты стримишь из студии мы вынуждены тебя прямо во время стрима спросить сколько тебе было бы комфортно с нами вести эфир пока мне не станет скучно лепить этого Микеланджело я сейчас у меня благо есть время я могу просто свалить домой сейчас по текучке занимаемся проектом питомец кстати кто в Москве посещать это очень страшный квест ну-ка ну-ка кинь ссылочку я потом честно приложу видео на ютубе да сейчас я но ты не сейчас ты не после потом когда будешь видеозапись отправлять отправь мне ссылочку пожалуйста хорошо для этого питомца мы даже сделали короткометражку это короткометражный ролик в виде в виде в виде предыстории этого квеста это впервые истории квеста в Москве и вообще мне кажется такое происходит давайте я даже покажу сейчас там наработки что я делал для этого квеста мне кажется давай это интересно давай все удовольствие я просто люблю на самом деле квесты в реальности я посетил много разных компаний которые собственно эти квесты делают и это любопытно я не знал что ты принимал участие в одном из них и обычно мы стараемся все узнать о госте до стрима то есть ну там что-то интересное выцепить а тут не знал поэтому подробнее адреса пароль явки так 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 там квест заключается в том что там хоррор отличается от остальных тем что там есть много комнат сразу вот я был на квесте зомби апокалипсис там была всего одна комната в которой больше всего времени проводишь попадаешь во вторую комнату в третью и все заканчивается а там есть элементы лабиринта что очень прикольно и там есть вот такой монстр которого я сейчас кручу верчу показываю вам забрашивает вот такой вот квест называется питомец такой вот монстр будет преследовать вас в реале и там создатели квеста заморочились тем что они сами изучали квесты очень много раз и все квесты прошли опытные квестеры все из себя они наткнулись на то что если есть монстр в квесте то он подбегает такой и не знает что делать когда он подбежал к чувакам которые играют в квесте и создается такая неловкая неловкий момент когда монстр подбежал такой весь страшный все боялись он добежал и такой и все такие которые боялись такой ладно и тупо разворачиваются и уходят не знаю что делать дальше а тут вот а тут создатели заморочились то что он почти доходит до вас они будут спойлерить что дальше будет вы просто должны это почувствовать на себе вы должны испугаться я так представляю что он будет чем-то раскидаться он не будет вас ничем пачкать никак не расчинять все вы останетесь в живых начал лепить вот этого монстра для афиши вот сейчас руку не долепил его у него была одежда всегда поэтому я показываю вам пока что только торс давайте вернемся к майке так я решил сделать более каноничную черпашку ниндзя с носом последние черпашки ниндзя без носа с губами как у ниндзеров мне не очень понравились поэтому я сейчас исправлю это положение и сделаю нормальную такую штучку то есть тебе версия майкла пробесила как и многих да да вы кстати наверное видели один из рисунков который я нарисовал где с нормальным носом где версия с нормальным носом подожди это ты нарисовал это картинка у всех в интернете бегала где он маску снимает нормальный нос это ты да и вот только трейлер вышел я увидел их носы заплакал нет сказал господи это же шрек почему нет и мерсал версию их версию с носом и вариант номер два моя версия с носом типа вот и провел суети вот и потом эта картинка тоже побежала по интернету неожиданно вот такие дела ох ну это прям очень любопытно я просто совершенно не в курсе был что это ты сделал я думал что просто это кто-то может быть из западных художников оказался ты Мишляк сейчас я даже могу поискать эту картинку она же у тебя есть на страничке и запостить ее в чат стрима секунду она она очень далеко в страничке уже уже год прошел по-моему ничего страшного сейчас найду он парень порт не 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 а наверно вопросики какие-нибудь пока еще надо поставить давай Я готова. Расскажите хотя бы вкратце, как вы подходите к ритопологии, тяжелой и нутной работе, как ее полюбить? Ну или хотя бы так, чтобы она не вызывала отвращения? Пользоваться надо... На данный момент я делаю Dynomesh, потом я нажму волшебную кнопку Z3Mesh. И после этого, кстати, есть инструмент, который помогает за это время, чтобы принимать более грамотную топологию. И после этого я его закидываю в ZBrush, из ZBrush GOS в 3D Max. И там я его дорабатываю в детали. В последней версии ZBrush есть такой инструмент как ZModeller, который позволяет моделерам ювелирно облизывать топологию, как они захотят. Я что-то еще не нашел время его изучить. Я обязательно доберусь до него. Я смотрел гайды, как по нему что делают. И, по-моему, его можно заменить. Он заменит весь 3D Max. Ну, как я и говорил, если вы умеете что-то делать, то делайте в вашем отработанном приеме. Я пока делаю это в 3D Max. Так, щекастая черпашка ниндзя с моей версии волоса. Да. Ну, на самом деле мы сейчас в чат кинули твою версию носа. Но, кстати, Алиса когда сказала, что я упертый, у нее получилось, что я упоротый. А там так прозвучало. Нет, я упертый. Ты и упертый, и упоротый. И то, и то, да? Да, кошмар. В общем, да. Так что в чате люди могут насладиться этой картинкой и увидеть, наконец-то, как должны были выглядеть черепашки ниндзя. По-настоящему. Кстати, по-моему, в новой версии во второй части добавили что-ли носик чуть-чуть. Они его, короче, да, они его приплюснули. То есть они приплюснули более вот к оригинальной версии. То есть они сделали, знаешь, как щелочки такие. Да, да, да. Мортон у нас только горизонтальный получился. Угу. Слава Богу, хоть прислушались. Ну, никого не смутило, что они там мутируют из одного фильма в другой? Они даже не заметили, мне кажется. Наверное. Так, а телосложение его давайте сделаем не настолько мускулистым, как он был в фильме. По-моему, надо его сделать более легким. Мне кажется, это ловкий персонаж должен быть худой, худощавый. И за счет своей скорости и ловкости он будет как-то что-то делать. Так, я делаю ему позу, позу. А вот обязательно я его доделаю, наверное, когда-нибудь и выложу, чтобы его посмотрели люди. И кинул вам ссылочку по-любому. Обязательно. Кстати говоря, могу оговориться сразу. Все работы, которые делают у нас наши гости на стриме, они попадают на страничку cg.cgplus.com. Это, собственно, сайт cgplus, который с недавнего времени стал нашими друзьями. Вот. И большинство работ выносится сразу на главное, в общем. Вот так. Вот так. Крутяк. Так что, да, твоя черепашка имеет все шансы попасть туда. А я еще раз напоминаю про флешмоб, который состоится у нас до 1 января. Соответственно, рисуем, берем за основу совушку, которую рисовал Коля. Соответственно, эту совушку мы... Ну, она и так, скажем так, этот сов и так достаточно усталый после праздников и всего прочего. Но мы берем его за основу и рисуем этого совушки на 1 января. Собственно, 1 января совячего Нового года. В общем, и выкладываем работу в альбом, который я уже 20 тысяч раз запостил в наш прекрасный чат. И еще запощу на YouTube. Единственное, что нельзя, нельзя обводить и нельзя, собственно, башить по готовой работе. Надо взять только персонажа за основу и не более чем. А что выигрывают? Какие игры выигрывают люди? Да, еще раз перечислю список игр. Ох. Ладно, сейчас. Прямо придется открыть список, который я только что закрыл, потому что я думаю, что все это запомнили. На самом деле, игры не все выигрывают. Мы дадим на выбор несколько игр. То есть, если будет один победитель, дадим одну игру выбрать из списка. Если будет два, соответственно, каждому по игре. В списке у нас есть Far Cry 4, есть Payday, есть Saints Row, есть, соответственно, Diablo, есть Days, Dead Island, Цивилизация, Borderlands, Bioshock, есть Call of Duty, есть Arma. В общем, на самом деле, реально большой список. Мы постарались, вот, в целом. Так что, кто хочет получить игрушку на халяву, ну, почти на халяву на Новый год, радостно и счастливо старайтесь. И, в общем, рисуйте и постите ваши работы до вечера 1 января. Я думаю, что это будет вполне адекватным сроком. Вот так вот. Еще раз про флешмоб. Да, победителя выбирает Коли, соответственно. Мы ему кидаем ссылочку, он выбирает. И, в общем, вот так вот. Так что в вашем интересе сделайте это красиво. Тут спрашивали про традиционку. Если вы хотите нарисовать эту совушку, условно говоря, традиционным материалом, то есть скетчбуки, линерами, карандашами, в общем, как угодно, хоть масляными красками, отсканировать и выложить, то на здоровье, пожалуйста, можете выкладывать и традиционные работы тоже. А если они куклу сделают? Куклу, вот, пожалуйста, если вы сделаете куклу совы, какую угодно, просто тряпичную, там, из пластилина слепите, что угодно, сейчас любое творчество, Новый год, все дозволено, они что не истинное, это меня уже понесло. В общем, выкладывайте в альбом. Главное, чтобы единственное было хорошего качества изображения, то есть если у вас традиционная работа, то что она должна быть отсканена нормально. Если у вас там слепленная фигурка, она должна быть хорошо сфотографирована. Вот, вот так. Чтобы было понятно вообще образ-то и сам персонаж. Количество вариантов ограничено, нет. У нас тут пишут, ну да, с каждого участника только по одной версии. Вот так. Следующий вопрос. Не менее, кстати, интересный. Сейчас, секундочку. У меня прям список, когда обновляется список, прям у меня глаза разбегаются, я немножко растерян. Спрашивали про кино, но в целом вопрос немножко расширенный. Про игры. То есть кино ты не смотришь, а вот игры. Какие твои любимые? Успеваешь ли ты вообще поиграть сейчас, если у тебя свободное время? Если да, то какие ты играл? Какие ты бы порекомендовал? Что скажешь об этом? Я очень люблю игры, очень мало играю на самом деле. Мне повезло, что мы делаем Level Up и те игры, которые мы делаем. У нас есть специально обученные люди, которые играют, за которые они получают собственные деньги. И игра остается у нас. И по идее я могу поиграть в любую игру, в которую мы делали обзор. Но у меня нет времени на это, к сожалению. Мы как-то скачали Ведьмака, чтобы типа, ну это же игра года, RPG года. Типа, вау, надо играть, надо пробовать, надо смотреть насколько это крутая игра. Но так никто из нас в неё и не поиграл. Вот. Мы играем в игры лишь в том случае, когда мы записываем недостающие всякие какие-то куски для нашего обзора игр. Находим какие-то глюки. Вот это было интересно нам. Кстати, мы когда делали обзор на Герои 3, культовая игра, легендарная игра Герои. Мы делали обзор на Героя 3? Да. Да. Никто сейчас не делает на Героя, а мы такие, а, блин, Герои, это наше всё, это наше звездо. Слушай, ты мне пришлёшь явно очень много ссылок по окончании этого стрима. Конечно, я все публикую. И более того, простите, но вот обзор на Героя 3 я не смотрел. Но так как Героя 3 я очень люблю, как и... Я вот люблю первых, вторых, третьих, четвёртых и всё. Да, да. Мы на этом Герои закончились. Вот. В общем, да. И мы специально для этого обзора сделали мод-пак, чтобы там в игре бегал Бенди по-настоящему. Серьёзно? Вместо человечка на лошади, где по карте бегает чувак, там бегает Бенди на динозавре зелёном. Вот. Можешь думать. Я даже уже скинула в чате к ребятам, чтобы они, если захотели, чтобы они нашли и увидели. Посмотрели. Так же мы, когда делали обзор на Counter-Strike, мы сделали собственный Counter-Strike. У нас настолько суровые обзорщики игр, что делают похожие игры. Потому что там у нас бегают Бенди, бегают Пиксель с киноманом. Все они бегают, перестреливаются. Это невозможно было сделать композом. Их интегрировать в компьютерную игру. Было легче просто открыть движки и сделать шаблонных персонажей, которые бегают. Скинов в интернете полно валяются. Вот. И то, что там бегают чуваки, это всё нормальная игра. Они там умирают у нас. Мы даже попробовали поиграть. Так весело было играть своими же чуваками. Но там бежок не тот, к сожалению, и баланс полностью разрушен. То есть для истинного Counter-Strike это просто обложка такая, где бегает чувак от первого лица. Вот. Но нам этого было достаточно, чтобы сделать обзор. Вот так. Ну это всё равно круто. Это реально круто, да. Ох. Ты говорил, что ты много играешь вообще, в принципе. А если перечислять старые игры, вот старые добрые те самые, какие из них будут твоими любимыми? Ну просто интересно совпадёт, не совпадёт. Обожаю старые игры Dengi в первую очередь. Я их больше обожаю. Может быть больше времени провёл на Dengi. Mario, танчики. Танчики. Там даже есть map-эдитер. В то время это было круто. Это корпоратив, ты играешь с сестрой, с братом, с кем угодно. Онлайн. Вот. Поэтому танчики это легендарная игра. Это много часов было убито и много танков взбито и взорвано нами. Вот. А любил файтинги типа Street Fighter. Мы назвали его Street Fighter. Вот. И поскольку там качественно прорисованные персонажи, на меня они очень сильно повлияли, кстати, персы. Вот. То, что такие мускулистые, буржуйские, классные персонажи, классно дерутся, анимация. Мне казалось, что это как будто бы я в мультфильме. Вау. Вау, вообще-то однозначно получил. И потом Tekken мне вообще порвал мозг. То, что там в высоком FPS смотреть, как чуваки дерутся, выполняя акробатические трюки. Капуэры. Это нереально круто было. Вот. Вот эти игры Tekken, The Lost Vikings. Они прям бессмертные игры для меня. Я бы на них успел еще обзор сделать. Еще сделаем, наверное. С нашим левелапом. Потому что у нас обзорчик-то бенди, бенди выросший. Поэтому дойдем и до Tekken тоже, по-любому. Круто. А компьютерные игры имеется в виду? Я лично... Ну, это такой off-top. Меня лично вот игры такие воспитались. Знаешь, как старые олдовые квесты. Типа там Space Quest, Ларри, Киранди. Вот такие вещи. Это многие люди узнают. Но, тем не менее, я на компе не играл, нет? На компе я успел поиграть Star Wars Jedi Outcast. Еще пробовал играть... Вормска Магеддон, конечно. Охрененная игра. Metal Gear Solid. Классная игра была. Обожаю Metal Gear. Его коробки, его дурацкие глаза у Солида Снэйка. Вот. И это был наш первый обзор, где мы зафейлились. Мы с именами персонажей. Кстати, там Epic Fail у нас был. То, что мы... Оказалось, там другой персонаж был. А мы его обозвали Солидом Снэйком. Нас захитерили. Но это было, наоборот, провокация. И, как бы, в нашу пользу. В привлечении внимания. Как так... Неудачный пиар называют. Черный пиар. Вот. Вот. Еще... Современные игры я... Их оцениваю по графике. Все современные игры. Допустим, тот же этот... Fallout, который вышел. Мне кажется, что те люди, которые говорят, а, графика не обязательно. Главное, там, процесс игры. Вот. Сегодня таких графика обязательно. Ну, это мое имхо, что чуваки должны уже делать адекватный графон. Потому что, если графика не обязательно, то старый Fallout, он у тебя уже есть. В него играть сколько хочешь. А в новые играть ради новых впечатлений. Вот так кажется. Вот. Вот. Что еще? Какие игры? Far Cry? Что-то... Просто Far Cry. Far Cry. Не особо фанат Far Cry. Вот. Из новых игр файтинге нравятся. 2D файтинге. Всякие. King of Fighters. Gulti Gear. Японские файтинг. Там просто... Анимация очень классная. Как будто бы ты включил аниме. И все. Сейчас. Такие возможности. Это мечта моего детства. Вот так вот. Можно еще что-то другое спросить. Да, другого много на самом деле вопросов. Знаешь, вопросы не заканчиваются. Как ни странно. У нас вроде уже прошло 2 часа 15 минут от стрима. А вопросы идут и идут. Раз мы поговорили про игры, про кино. Про книги вопрос. Читаешь ли и какие книги? Я раньше не читал книги вообще. Я был просто двоечником, который не любит книги. Всегда, всю жизнь. Но я обожал комиксы и какие-то журналы. Типа Геймленд. Все дела. Вот. И... Я только позже начал читать Бойцовский клуб. И он так легко прочитался. Эта охраненная книга. Я потом прочтил фильм, который расширенная версия. И... И как-то меня проперло. Я начал читать дальше... Пала Никна. И потом перешел на фэнтези Ник Перумов. И я ожидал, что там будет то же самое. Но... Я разочаровался. И... В силу отсутствия опыта чтения книг, я... Я пробовал захлестом это делать. И мне потом сказали, что иногда книга с первого раза не торкает. Ее надо в тупую дочитать до середины. Потом ты поймешь. Я не знал этого. Я просто забрасывал книги. Просто мне кажется, что я не люблю книги вообще. А у меня есть вот этот... До хрена комикс. Вот. Комиксы, манги я обожаю. Может быть потому, что я не люблю включать воображение в голове. Я люблю смотреть его уже. Готовую версию. Как собственно и фильмы. Как мультфильмы. Вот. Поэтому я не могу похвастаться тем, что у меня есть богатый список книг. У меня есть богатый трофей книг, туториалов. И каких-то технических вещей. Всякие там. Вот этим я могу похвастаться. А то, что какие-то романы, детективы я не люблю. И не читаю. И наверное я не буду их читать. Вот такие два. Ага. Отлично. Так. Ох. Такой вопрос здесь есть. Как часто тебе удается рисовать для себя? То есть вот ты говорил, что то, что вы делаете, вы вкладываете в эту душу, вы стараетесь делать что-то такое круто и прочее. То есть ты считаешь, что это все-таки коммерческие проекты? Или ты считаешь, что это ты рисуешь для себя? Или бывает, что домой приходишь и так открываешь фотошоп и что-то начинаешь рисовать? Да. А коммерцию и рисовать для души я разделяю для себя. Мне удается прислать лишь в метро, лишь где-то там в туалете, в телефоне. Вот. А для коммерции то, что мы делаем, на самом деле это тоже идет от души. Мне нравится это делать. Вот. И я всегда ищу и делаю то, что мне должно понравиться самому. Только тогда я иду дальше. И когда действительно дело происходит так, вот, наша команда, наша студия состоит из многих людей, сценаристов, людей, которые озвучивают, музыкантов. Мы постоянно перехлёстываемся. Им самим нравится то, что мы делаем. Это не превращается в рабочую рутину какую-то. От этого ты не можешь, не может тебе этот проект так сильно прям по горло надоест. Такого не бывает у нас. Мы просто ищем разные способы, куда же запихнуть. Нам самим интересно. Мы до сих пор, как дети не выросли и как девочки играют в барби, точно так же мы играем в наши сериалы. До сегодняшнего для меня. Ни капли сожалений, что коммерция у нас такая, настолько продажная. Такого нету. вот Дюжев, который озвучивал нашего Степана Орлова, спасателя этого, он прям болеет, он говорит, блин, я хочу стать этим спасателем, чтобы когда люди меня вспоминают, была ассоциация с первым делом спасателем. И мистер Фриман, Вадим Демчок, он тоже говорит, что это нереально крутой проект, чуваки, я с вами. И ни для кого не секрет, мы скоро, наверное, в следующем году будем делать мультисериал по этому спасателю. Поэтому вы можете быть первыми гиками этого комикса, который я демонстрировал вам. Скоро появится сериал. Вот такие дела. Отлично и очень круто. Так. Теперь вопрос тоже такой вот на это. Вдохновлялся ли ты какими-нибудь арт-буками? И вообще любишь ли ты смотреть арт-буки, есть ли любимые или есть ли те, которые ты хотел бы иметь, например, по каким-то играм или фильмам? Я смотрел арт-буки, ну, я очень много смотрел арт-буков, бесконечное количество карт-буков, поэтому я даже не буду их перечислять, наверное. Из них, они все по-своему дают тебе какой-то ответ. Они дают тебе ответ, в первую очередь, что есть такой стиль и в этом направлении стиле был снят фильм арт-бук Гарри Поттера. Есть люди, которые коллекционируют арт-буки, есть люди, которые просто смотрят их. Вот я, наверное, к нему отношусь, которые просто без души смотрят, такой посмотрел, изучил, ага, все понятно, окей, интересно было. А кто-то дорожит им. Вот у меня, я покупал арт-буки игр, вот, Гультигер, я посмотрел арт-бук пару раз и почему-то мне этого хватило. Я его бросил, я потом подарил какому-то чуваку, он был прям в безумном счастье, что ему достался этот арт-бук. Вот. Я думаю, арт-буки нужны для того, чтобы для фанатов, наверное, просто не такой прям яро захлебывающийся фанат, допустим, Гарри Поттера и Трансформера. Первым делом арт-бук это сборка материалов, которые не использовались в проекте, это, допустим, работаю над концепт-дизайном персонажей, гадкий я. Вот такие вещи, кстати, они очень полезны в том плане, что ты смотришь, каким его хотели сделать, каким он мог стать и каким он стал в конечном итоге, и на кого он теперь похож. И тот стиль, где там нарисуется, он мне гораздо важнее посмотреть стиль рисования, чем иметь арт-бук. Вот. И у меня есть какая-то привычка изучать стили. И она мне, по-моему, бездомная. Я буду как черная дыра поглощать и изучать бесконечное количество стилей. Вот. И мне нравится это. Вот такие дела. Давайте следующий вопрос. Хорошо. Дальше самый, такой достаточно самый распространенный вопрос. Из всех проектов, над которыми ты работал, пойми, если мы сейчас не берем Level Up, есть ли у тебя любимые и нелюбимые проекты? Так, нелюбимые проекты. Вот, например, то, что ты взял и понял, не-не-не, все, над этим поработал и понял, над этим работать не буду, все, в долгий ящик, до свидания. Угу. Такие нелюбимые проекты, я их сразу распознаю, что, ага, это проект только ради денег. И у меня были такие проекты, это даже не проекты, это были луги просто заказы и я к ним относился просто как к заказу. просто я к этому относился профессионально, я спрашивал, что вы хотите увидеть в итоге. Всегда важно знать, что хочет заказчик и ты понимаешь, что там от тебя уже ничего не зависит, ты должен дать то, что хочет заказчик. Вот такие проекты, я их называю не прям, я их ненавижу, такого нет. Просто там нет у меня эмоций, я не включаю свои чувства какие-то, прям глубоко не переживаю. Я просто делаю некую сборку того, что хочет заказчик. Это и помогает и закончить проект, и не париться, и не сопротивляться желаниям заказчика. Просто относиться к этому просто как коммерция. Вот многие фрилансеры начинают что-то делать, потом они резко сдуваются, это причиной того, что они начали переживать за одноразовый проект. Это бывает ошибкой. Лучше изначально относиться к этому как, не прям как продажно так, но так чуть-чуть по-простому. Ага, сейчас я сделаю за пару денег, вот так. А если ты хочешь там, если ты понимаешь, что заказчик от тебя хочешь, чтобы ты переживал, такое бывает очень редко, и ты тогда, а, ну тогда здесь можно переживать, тогда я могу внести что-то свое, и ты предупреждаешь заказчика, что вот я сейчас делаю персонажа такого, что потом я не захочу поменять, и вам придется искать кого-то другого. Так что давайте сразу вначале обозначим, что вы хотите, насколько глубоко я должен погрузиться в этот проект, зачем я должен переживать, вот, за что я должен отвечать, и есть ли какие-то ограничения. Вот, он оставил свои какие-то пожелания, допустим, возрастные какие-то категории, ограничения. Что это делается для детей? Ты такой, ага, а для какого возраста детей мне это надо сделать? Четырех, двенадцать, либо для девочек, для мальчиков, все от этого всегда, все ответы, стиль персонажа, его поведение и образ уходят от требования заказчика, для какой аудитории это делается. Допустим, Черпашки Нинзи сериал был сделан для девятилетних мальчиков. Барби, конечно, для девочек, а Майя Литл Пони, это, по идее, тоже для восьмилетних детей. Вот, но образ персонажей... А, кстати, у меня есть забавная теория, что везде присутствует секс и насилие. Я везде его вижу. Ну-ка, 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 поподробнее давай об этом. Да, я прям вижу секс везде. Давай так просто. Николай Тудиман, вижу секс везде. Вот так вот, да. Это просто мой слоган. Да. И насилие. Насилие, секс и порнография. Вот. Майя Литл Пони, это сплошное зорофильство. Это пони, у которых есть... У меня, кстати, есть дочка, и она смотрит Майя Литл Пони. Она, она прям знает их имена, я вообще чуть-чуть с ума не сошел. Я смотрел вместе с ней впервые этих понь. Я, я был в шоке от этих понь. Я, конечно, понимаю, что это делается для детей, но... Но там... Они общаются на таком языке, который дети не должны, в принципе, знать. И... Они все такие сучки, такие стервы, а у них есть такая компашка. И... У них есть кьюти-марки, их называют кьюти-марки. Типа... Типа миленькие, слащавые марки на задницах. И у них у всех такие попки, такие, знаешь, круглые формы. Они же пони, они же гребаные Майя Литл Пони. И... Я смотрю на них, и у них такие, окей, у них такие большие глаза. Кто-то из них похож на Бритни Спирс. Ее зовут... Ее зовут Флаттерша. Я даже знаю, как ее зовут. Она такая, типа, желтая пони с розовыми волосами, по-моему. Вот. Есть, типа... Дерзкая пацанка пони, или, я не знаю, это... Или это пацан, но без хуя, извините. Вот. Он... Это Рэнбоу Дэш. У него такая челка, как у Рианы, короче. Это... Мне кажется... Их этих понь-то сделали, по идее, раньше, чем образ Рианы. Поэтому, вряд ли это от Рианы, они взяли что-то элемент. Вот этих понь... Я недавно шел на работу мимо одного паба, где происходит... Стояли просто толпы непонятных каких-то чуваков, гики, какие-то задроты, какие-то непонятные девочки. Я спрашиваю люди, вы что здесь стоите, что здесь происходит? Они говорят, здесь фестиваль, молитвы пони. Их средний возраст начинается от 12 лет до 30. Я был в шоке, когда стоит 30-летний мужичок такой, с бородой такой, с наколками. И, типа, готов купить какой-то сопутствующий товар, мой литвы пони. Я был в шоке. Думал, не настолько серьезный. Да, можно спросить? Просто не в тему, можно спросить? А вы смотрите мой литвы пони? Он говорит, да. Я такой, блин, ну это же не в тему, может, чуть-чуть. Ну, окей, смотри. А он стоит такой, и у него на голове мой литвы пони, шапка, короче. Я подумал, все, это предел. Как они завоевали такое бесчисленное множество фанатов прибыльной аудитории? Это за счет секса. Эти пони, они такие чуть-чуть бульгарненькие на самом деле. Они все отклонированы, они все имеют кокетливость в общении, все исключительно. Их всех очень классно озвучили. Просто я не против того, что там есть секс. Я просто делюсь своими впечатлениями, что он там есть, народ. И вы просто поймите, что секс есть даже в утиных историях. Эти гребаные утки, они же ходят без нижнего белья. Какого черта там люди, там утки-экзибиционисты. Это тоже как-то сексуально, по-моему. И бедного дяди Скружа преследует какая-то ведьма с такой стриптизерской прической, очень сексуальной уткой. Она и так утка, а еще дакфейс. Мне кажется, что не только там есть Sailor Moon, но это норм. Просто в открытый город, что да, это луна с пилоткой, короче, матроска. На самом деле, Sailor Moon я могу вставить в свои, как говорится, несколько центов. Дело в том, что Sailor Moon это тот сериал, который, по-моему, попал еще в 90-х в топы по обвинению в пропаганде всего, чего только не лень. Я просто понимаю, что я теперь не смогу нормально смотреть мультик после этого стрима. Путинная история для меня. Путинная история для меня. Путинная история, да. Вот, и так каждый мультик... Попробуйте сказать мультик, я скажу, что где в нем секс. Чисто ради прикола, может, попробуем так. Винни-Пух. Винни-Пух, это... Ну, плюшевый... Какой, советский? Советский, конечно. Советский. В Советском Союзе, конечно, мало пошлости. Они в Советском Союзе думают все адекватно, как... Там алкоголизм. Там Винни-Пух просто... Просто упоротый Винни-Пух. А секс в нем, что... Зачем Винни-Пуху такой маленький друг кастрат, этот... Пятачок. Господи, ты в ваш трех волос и пошел. За что? Почему... Почему он не отстает от Винни-Пуха, который озвучил взрослый голос? Почему там есть такая педофилия? Мне не нравится этот Винни-Пух, потому что там пахнет педофилия. Замечательная позиция. Слушай, ты знаешь, у меня мое психологическое обыкновение просто воет. Оно просто ждет с тобой диалога. Я хочу перебить тебя, Алексей. Йоу-йоу, Алексей. Винни-Пух, кстати, там один момент, весь ужасный момент, очень пошный момент. Где он в норке застрял? Где он в норке, блин, застрял во всем. Я даже такого количества хентая не видел, где девушки застревают в норках, чем я видел это в детстве. Ты понимаешь, что в моей голове сейчас голос Леонова кричит вот это «Ой-й-й-й-й-й», который он кричит. Ой-й-й-й-й, черт возьми. И его там толкают в задницу. Прям так глубоко. Я был в шоке, конечно. Конечно, дети, может быть, и не понимают, что чуваку там что-то делают. Но лучше об этом детишками не знают. Ты знаешь, я просто готов короновать тебя просто разрушителем всех мультипликационных идеалов. О том, что там все плохо на самом деле. Да, я не говорю, что там плохо, там это присутствует. Это просто скрытый какой-то потекст, который всегда можно найти. Ну, скрытый потекст везде всегда и есть. Но, тем не менее, у нас это сегодня как шутку, поэтому несерьезно. Поэтому, я думаю, что стоит вернуться к нормальным вопросам. Какие качества важны для художника? Назови самый главный, по-твоему. Что самое трудное в обучении цифровому рисунку, по-твоему? Наверное, это самое... Надо думать, уметь делать скетч у себя в голове. В каком плане скетч делать у себя в голове? Ты должен представить... Я не говорю, что ты должен точно нарисовать у себя в голове эту черпашку ниндзя. Нет, ты... Ты ее все равно... Приблизительно я сделал позу. Вот это вот у меня было в голове шпансер. Какой он будет... Вот эти линии, конечно, их не было у меня в голове. Вот. Он должен изначально представить и понимать задачу. Самое главное, это понять задачу у художника. И он должен сам себе ставить нужные задачи, чтобы их решить, чтобы этому дать какой-то ответ. Ответ в виде... Допустим, художник, что хотел сказать этим рисункам, он должен себя всегда спрашивать. Вот я нарисую эту черпашку ниндзя, что я... Зачем я ее нарисовал? Ну, просто пропиарить какую-то черпашку ниндзя. Ну, в первую очередь, это самопиар. Вот я занимаюсь сейчас самопиаром, даже тем, что сейчас идет стрим. То, что сам стрим идет, это пиар... Самого стрима, что у нас будут такие стримы дальше. У нас есть задача, которую мы знаем, мы знаем, какой ответ. Мы занимаемся ответом на поставленную задачу, мы ее решаем. Художники, в большинстве случаев, не понимая какой-то задачи, просто рисуют от балды. Пожалуйста, не рисуйте от балды. Рисуйте ради какого-то результата. Что-то хотел кто-то сказать, что утина история – это педофилия. Нарисуйте, пожалуйста, флаг вам в руки. Кто-то говорит, что это святое. Ну, сделайте это, нарисуйте на эту тему. Всегда рисуйте на какую-то тему. Просто самопиар, я просто умею хорошо и классно рисовать это. Докажи это тем, что ты умеешь мыслить как художник. Это самое главное, мне кажется. Я не говорю, что мыслить как художник – это такой некий тип человека, который мыслит как художник, просто как творец. Это музыканты, они творцы, они думают как художники. Актеры, режиссеры, все мультипликаторы. Даже просто диктор, элементарный диктор, который читает сухой текст, он художник. Он читает текст именно так, какие интонации, где-то ставит акцент. Это профессионализм в том, что он находит нужные слова, где он ставит акцент, точку и обостряет внимание именно на том, что он хотел. То же самое и художник. Допустим, композиционно ставить акценты, цветовыми решениями ставить акценты. Допустим, у джедаев поставлен акцент на световой вещи. Они все дерутся во тьме, в темноте, которая окутала, по сути, как и весь сюжет. У них в руках предмет света. Что они несут в руках свет – это всякие пасхалки. Это что хотели люди донести. Мне кажется, художник должен знать это в первую очередь. Думаю, такое качество – это качество, которое художник должен понять очень рано. Не только художник, а любой человек. Художникам помогает козырное слово в виде решения задач. Пожалуйста, решайте задачи и ставьте себе, находите свои слабые стороны и самосовершенствуйтесь. У любого человека есть план изначально самосовершенствоваться. Зачем люди ходят в качалку, чтобы выглядеть хорошо? Зачем люди рисуют что-то там прикольное, чтобы людям это нравилось? Всем нравится – нравится – это всегда по жизни. То же самое. Нарисуй то, что тебе нравится. Лично тебе одному – это никому не понравится. Всегда надо угодить как-то своей аудитории. В какой форме? В шуточной, в какой-то жестокой манере рисования. Возможно, ты хочешь продемонстрировать свою виртуозность кистями, работой, штрихами. То, что у тебя такой эксклюзивный штрих. Всегда ты должен ставить задачу, что я сейчас сделаю. Допустим, я сейчас показываю, что это можно делать легко, не задумываясь и на автопилоте, и размышлять, и что-то уютненько сидеть вместе с нашими классными спикерами. Алисой и Алексеем. Да, это очень мило. Мы сейчас уже скоро будем закругляться, потому что уже мы 2 часа 40 минут стримим просто вообще. Ох, еще раз напоминаю, у нас в чате снова спрашивают вопрос, что же за флешмоб. Видимо, отходили люди некоторые. Я повторю для тех, кто не услышал, не запомнил и не увидел. У нас, собственно, новогодний флешмоб сова. Мы берем за основу сову Коли и рисуем эту сову 1 января 2016 года. То есть, как она праздновала. Кстати говоря, это он или она? По-моему, это он все-таки. Да, это он. Это он. Короче, как этот филин или совушек, как он праздновал Новый год. И выкладываем в альбом. Альбом я, соответственно, скинул в чатик. Он также будет внизу в описании этого видеоролика на YouTube. До вечера 1 января, соответственно, рисуем. И победитель получает игру. Может быть, победитель будет не один. И, кстати говоря, уже первая работа, выполненная «Карандашиком», насколько я понимаю, появилась в альбоме. Так что после стрима можете даже пойти и посмотреть на это действие. Мы сейчас уже скоро заканчиваем. Поэтому, я думаю, что время задавать наш супер самый главный секретный финальный вопрос, который задается всем нашим гостям. Что если ты загнул? Да, его задает Алиса, как всегда по традиции. Да, Тоди, смотри. У нас самый важный вопрос. Скажи, «Бэтмен» или «Человек-паук»? Ну, конечно же, «Человек-паук». Это пятый «Человек-паук» за всю историю стримов. Коля, я тебе поясню. Просто дело в том, что из 40 гостей, из 50, я уже запутался, все выбирают «Бэтмена». И только ты пятый человек, кто выбрал «Человек-паук». Ну, не вся, а большинство. Ну, да, большинство. Почему «Человек-паук»? «Человек-паук». Потому что он физически сильнее, это не его заслуга, а он умный тоже. По сути, «Бэтмен» силен тем, что он всего лишь человек, и он очень умный человек, и физический атлет. По сути, «Спайдер-мен» точно такой же «Бэтмен», как и «Бирс Уэйн». Он тоже обычный школьник, который своим интеллектом сделал паутину. И он побеждает таких массивных врагов тоже за счет своего ума, своей ловкости или силы. Мне кажется, эти два персонажа очень похожи друг на друга. И просто у того есть куча всяких примочек и гаджетов, а у него есть паутина и ловкость. То есть, и самое главное – непредсказуемость, мне так кажется. Непредсказуемость – это да. Ну, собственно, на этой прекрасной ноте я думаю, что мы сейчас всех поблагодарим за то, что они досидели 2 часа 45 минут. Во-первых, офигенский стрим. Спасибо, Коль. Просто офигенно круто. Ты успел и порисовать, и поскульптить, и все это очень-очень быстро. И весело. Да, в общем, благодарим всех тех, кто пришел к нам на стрим. Ждите роликов и обновлений на нашем канале. С наступающим вас Новым Годом. Мы вас еще поздравим, но об этом чуть-чуть попозже. Все, всем пока-пока, Юля. Спасибо вам. Спасибо большое. Алиса завершает наши финальные фирменные фразы. Всем спасибо. С вами был Николай Тудзи. Тудзимэн Алексей Мельников и Алиса Хоснадиновна. До встречи в Новом Году. Yeah. Пока-пока, берегите себя. Yeah.